В прошлом году Renault Megane отпраздновал четвертьвековой юбилей, но подарок поспел только сейчас. Имя ему Megane Etec Electric. Это чистая электрическая машина, что составит компанию традиционному хэтчбеку образца 2015 года. Итак, в основе новинки лежит свежайшая платформа CMF EV, разработку которой курировал Nissan и уже построил на ней свой кроссовер Aria. Архитектуру отличает легкий, всего 145 кг, силовой агрегат, ультратонкая тяговая батарея плюс оптимизированная компоновка. Базовая 130-сильная версия сможет отмахать 300 км пробега, а старшая 200-сильная, благодаря более емкому аккумулятору почти 500. Привод строго передний, хотя упомянутая архитектура CMF EV теоретически поддерживает двухмоторную компоновку. Любопытно, что электрический Megane получился компактным, однако сильно растянутая колесная база делает модель весьма комфортабельной для задних пассажиров. 440 литров объема багажника тоже результат солидный. А чтобы завлекать не только отцов семейств, в Renault подчеркивают низкий центр тяжести и острое рулевое управление делают машину чрезвычайно азартной. В серию Megane E-Tech Electric пойдет зимой 2022 года. Притом Renault даже сформировала список комплектаций, но финальные цены будут названы только перед стартом продаж. «Квадратиш» и «Практиш» — это про неожиданно простенький Volkswagen ID.Live, который анонсирует, какими окажутся недорогие батарейные модели марки Volkswagen. В серию таковые предположительно пойдут через 4 года под индексом ID.1 или ID.2. Немцы обещают удержать цену товарной машины на уровне 20 тысяч евро, то есть 1 700 000 на наши деньги. Если старшие электрички имеют заднемоторную компоновку и независимую подвеску, то 4-метровый малыш скрывает электродвигатель спереди, а также простенькую полузависимую балку сзади вместо дорогостоящей многорычажки. Двигатель выдает немалые 230 сил, а 60-киловаттного аккумулятора должно хватать на 400 километров пробега. Впрочем, проговаривать техданные концепта занятие неблагодарное, ведь товарные авто явно будут иметь другие характеристики. Также не имеет смысла подробно описывать складную мягкую крышу, встроенный кинотеатр, деревянную переднюю панель и другие примочки, которыми напичкан шоу-кар. Все эти шалости нужны лишь, чтобы привлечь внимание публике.